То, что мы сейчас наблюдаем поступки Министерства обороны, ну это просто вот люди сидят и пилят сук, на котором сидят. Тупик, в который зашла война против Украины, а также невразумительные и явно безумные действия Путина, выводят из себя даже российских пропагандистов, которые теряют над собой контроль и срываются уже в прямых эфирах. Конечно, до такого, как у Гиркина, который прямо и открыто оскорблял и высмеивал Путина, пока не доходит, и все же власть, российскую власть, начинают открыто критиковать даже лояльные Кремлю спикеры на государственных телеканалах, которые финансируются из бюджета. Это не говоря уже о других площадках типа Ютуба и Телеграма. К примеру, российский телеведущий Евгений Сатановский, который, между прочим, работает на телеканале у Соловьева и регулярно появляется в качестве спикера в его ток-шоу, на днях жестко раскритиковал Путина и фактически обвинил его во лжи. Сатановский заявил, что российская оборонная промышленность не развивается и не встает с колен, как в этом уверяют Путин и Медведев, а наоборот, только деградирует. А параллельно еще и абсолютная деградация промышленности. А параллельно... Ну, сейчас вроде как оборонка чуть-чуть поднялась, или поднимается, или встает с колен, или так развивается шумой сейчас всему мир. А это точно так? Я не знаю. Что-то, мне кажется, он не верит в мощь Россиюшки, да? Хотя это же его работа рассказывать, что промышленность развивается. Тысячи танков сходят с конвейеров. Но, как мы видим, в эту муть не верят уже даже российские пропагандисты. Думаю, что и Путин не знает, суть по его дискуссии с Монтуровым, как на правительстве. Он же не зря сказал, что сидит в этом своем лимузине, как таракан в бронированной банке. Неплохо тогда. Гиркин называл Путина мокрицей, а этот называет Путина тараканом в банке, который не знает ничего из того, что происходит в стране. Мне кажется, кандидат в сокамерники Гиркину уже готов. И что сверху говорят на всякие темы, да тоже не важно. Опять тот же Путин. Что сказал насчет того, что до того иногда пургу несет его пресса Таша? А это цитата из президента. Ну, понятно, что они стараются Путина напрямую не упоминать, открыто на него не наезжать, и поэтому срываются как бы на Пескова. Мол, это все Песков несет пургу, несет какую-то муть. Хотя, очевидно всем, и, конечно же, им тоже, что Песков от себя ничего не говорит. Вообще, он озвучивает ровно то, что ему приказывают озвучивать его шеф Путин, и не больше. Но, конечно, понятно, что за Путина, за критику Путина, можно сесть на нары, а Пескова критиковать безопасно. В общем, они этим и занимаются. Очень-очень раздражает мантры про красные линии. Они уже не впечатляют. Уже очень хочется взять человека, который говорит, вы пересекли красные линии, и головой в лохань с холодной водой, чтоб там оттуда побулькивал пузырьки там. Вот взять так за прическу и туда. Опять же, здесь имя Путина открыто не называют, но абсолютно понятно, кто имеется в виду, потому что вот эти красные линии Путина, они уже давно стали мемом, все над ними смеются, а не так давно Путин вообще заявил, что пересечены уже и бордовые линии. Красные линии, виновные, несут ответственность. Я что, на кого-то впечатление производил? Ну, какое-нибудь, кроме того, желание махнуть, взять за лоху и макать долго, пока не научится глупости и не говорить. Ну, никакого. На врага не производят вообще никакого, это все никто не слушает. На друзей производят удручающие впечатления. На своих вызывает только желание послать подальше при первой же встрече. Надо отдать должное этому эксперту, он явно умнее Гиркина, и он смог назвать Путина тряпкой, не называя Путина тряпкой напрямую. И таким образом оставляет себе такое пространство для маневра, то есть в случае чего всегда можно сказать, ой, да я вообще не Путина имел в виду, хотя все все прекрасно понимают, потому что все очевидно. Не скрывают своего недовольства и другие пропагандисты войны, которые выступают на каких-то других площадках, не только на каналах у Соловьева. Например, хорошо нам всем знакомый бывший депутат Украины Олег Царев, бывший регионал, выступая на одном из YouTube каналов, заявил, что российское Министерство обороны проводит такую политику, что фактически провоцирует российских военных на бунт. Он спрогнозировал, что в России может начаться бунт военных против Министерства обороны, так как оно творит абсолютную дичь и пилит само сук, на котором сидит. Единственная угроза для Российской Федерации это, кто может бросить вызов власти, это военные, люди, которые вернутся с фронта. И вот в этом смысле то, что мы сейчас наблюдаем поступки Министерства обороны, но это просто вот люди сидят и пилят сук, на котором сидят. И подпиливают под нами под всеми. Все эти характерные симптомы говорят о том, что в России назревает серьезный политический кризис, усиливаются внутренние противоречия, нарастает недовольство политикой действующей власти, потому что всем очевидно, что она ведет Россию в пропасть, всем очевидно, что война зашла в тупик, что никакой победы не будет, и, соответственно, вот это затягивание этой совершенно бессмысленной ситуации ведет лишь к увеличению итогового счета, который России придется рано или поздно все равно заплатить, потому что никто никогда не признает никакую оккупацию Украины, России все равно придется за все это расплачиваться. Все видят, что Путин в маразме, все видят, что никакого плана у него нет, то, что он делает, это просто хаос, какое-то безумие, какое-то просто месть ради мести народу, целому народу, который он ненавидит. Все понимают, что такая тактика никуда не приведет, поэтому все нервничают, уже начинает открыто кто-то высказывать недовольство, кто-то грызется между собой. Все это мы наблюдаем, и все это очень скоро вылится уже в настоящий крах путинизма и в настоящую катастрофу, которую мы все увидим своими глазами. Друзья, подпишитесь на канал, если не подписаны до сих пор, обязательно оставляйте комментарии или лайки. Так видео получит больше охвата, и больше людей узнают правду о происходящем.